всех приветствует канал отвертка канал домашнего мастера и наш новый партнер сайта гагаджи точка ком не скучный сайт о технике сегодняшнем видео большой обзор realme x2 pro 90 герцовый экран snapdragon 855 плюс и молниеносная зарядка конкуренция это хорошо для потребителя и если раньше недорогие интересные смартфоны ассоциировались исключительно с сяоми то сейчас подобных брендов становится больше китайские бренды с внушительной частотой запускаются в украине что не может не радовать в прошлом году это было были в его опа а на прошлой неделе стало известно что теперь можно будет купить и смартфоны реалмы а сейчас мы ограничився парой слов о бренде все концы ведут корпорацию биби кей который принадлежит или вышли из нее куча брендов что интересно эти бренды активно конкурируют между собой реалме весьма молодой бренд существует с 2018 года и уже продается в двадцати семи странах мира реалмы как и one plus вышел из-под крыла бренда опа но все три бренда позиционируется по-разному и концентрируется на разных аудиториях реалмы можно назвать самый молодежный и начинал бренд разумеется с бюджетного и среднего ценового сегмента но далее последовало логическое расширение линейки вместе с появлением флагманских моделей такой модель является герои сегодняшнего нашего видеообзора реалме x2 pro и так поехали и так представляем на нашем видеообзоре реалме x2 pro флагманский смартфон 6 и 5 дюймовым 90 герцовым amoled дисплеем топовым процессором snapdragon от 8 гигабайт оперативной памяти основной камеры на 64 мегапикселей четырьмя модулями модулем nfc для бесконтактной оплаты и очень быстрой зарядкой и так чем же интересен реалме x2 pro исходя из описания в реалме x2 pro есть все или практически все что должно быть в современном недорогом флагмане ориентированным на молодежную аудиторию смартфон оснащен amoled дисплеем на 6,5 дюйма с каплевидным вырезом и разрешением full hd плюс экран получил частоту обновления картинки в 90 герц заявлена пиковая яркость в 1000 кандал на метр квадратный и поддержка hdr 10 плюс в экране расположился сканер отпечатков пальцев который по утверждению компании сработает за 0,23 секунды под капотом мощный флагманский процессор qualcomm snapdragon 855 плюс который дополнен 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти lp ddr4x и накопителем на 128 или 256 гигабайт версия 6 64 похоже у нас не будет продаваться на задней стороне разместилась основная камера с четырьмя модулями основной samsung gv1 на 64 мегапикселя 2 телевик на 13 мегапикселей 3 широкоугольный объектив на 8 мегапикселей с углом обзора 115 градусов а четверто это сенсор глубины на 2 мегапикселя камера получила ночной режим съемки электронную стабилизацию правильно пишет 4k видео при 30 кадрах секунду и замедленное видео при 960 fps фронтальная камера 16 мегапикселей в realme x2 pro есть все все современные беспроводные модули включая nfc для бесконтактных платежей google pay есть трех с половиной миллиметровый выход на наушники и присутствует стереозвук используется разговорный динамик питается смартфон от аккумулятора на 4000 миллиампер часов но интересное то что поддерживается быстрая зарядка по проводу супер в оц флэш чейджинг на 50 ребятки вот с помощью которой смартфон полностью заряжается за 35 минут внушает ну а теперь разберемся что же у нас идет в комплекте упаковка и комплектация realme x2 pro не отличается чем-то сверхъестественным коробка привычных габаритов белого цвета с изображения смартфона и технической информации внутри сам смартфон блок питания тот самый ребятки на 50 ватт кабель type-c скрепка для извлечения лотка прозрачный защитный бампер защитная пленка наклеена изначально и документация на теперь выясним важный вопрос как выглядит realme x2 pro и так большинство современных актуальных смартфонов выглядят похоже друг на друга особенно спереди realme x2 pro одна из таких моделей почти всю фронтальную панель занял большой экран закругленные углами минимальными за зазорами по бокам чуть больше подбородком и вырезом каплей для фронтальной камеры над ней тонкая но очень широкая сетка разговорного динамика он же работает и как второй динамик при воспроизведении стереозвука экран не изогнутый только защищенное стекло gorilla glass 5 поколения слегка закруглено по периметру рамка металлическая обтекаемая по бокам она окрашена в тот же свет что и смартфон органы управления расположились не совсем стандартным на правой грани только кнопка питания с декоративной красной полоской и лоток для сим-карт а место под карту памяти не предусмотрено установить можно только две карты наносимом не смертельно учитывая что у нас ожидается версия в 128 гигабайт но возможность расширения была бы не лишней кнопки управления громкостью разделены и находится на левом торце целом привод тут можно но во время использования на ходу несколько раз вместо блокировки смартфона нечаянно получается скриншот кнопка питания плюс кнопка уменьшения громкости снизу расположился и usb type-c разъем динамик микрофон и стандартный трех с половиной миллиметровый разъем для наушников хорошо что он есть и хорошо что в удобном месте на верхней грани расположился дополнительный микрофон и больше там ничего нет задник стеклянный также используется gorilla glass 5 поколения смартфон у нас будет доступен в двух вполне не скучных цветах синим и белым с перламутровыми переливами в природе существует два еще более интересных варианта это реал на x2 pro master edition с матовым задником серого и красного цвета это коллаборация с японским индустриальным дизайнером наото фокусовой наш синий вариант выглядит ярко камера расположена вертикально справа от нее горизонтальный логотип реалми основная камера с четырьмя модулями немного выступает над корпусом он лечится бампером основной 64 мегапиксельный модуль имеет декоративное золотистое окаймление смартфон выглядит современной ярко хотя и не особо оригинально по качеству материалов и сборки каких-либо проблем нет единственный спорный момент который требует привыкания это расположение кнопок ну а теперь давайте разберемся насколько хорош экран экран одна из главных фишек реалми x2 pro он имеет диагональ 6 и 5 дюйма и разрешение 2 400 на 1080 соотношение 20 на 9 сосиска пиксельная плотность около 402 ппи это amoled матрица с частотой обновления 90 герц поддержкой hdr 10 и заявленной пиковой яркостью тысячи кэндл на метр квадратный не путать с максимальной в настройках экрана есть много интересного смена масштаба элементов интерфейса размера шрифта регулировка цветовой температуры лвы свой дисплей он есть но в базовом виде только часы без настройки картинок защита от мерцания она же 10 димминг и частота обновления экрана есть режиме 60 и 90 герц но что примечательно и очень полезно можно настроить индивидуально для каждого приложения к примеру если какая-то игра некорректно работает с 90 герцами можно поставить 60 только для нее в то время как все остальное будет работать при 90 герцах помимо настройки цветовой температуры есть два режима работы экрана яркий с расширенным цветовым охватом и srgb который почему-то на за назвали нежность есть темный режим но его засунули в настройки в пункт лаборатория realme с функциями на стадии бета тестирования интересно что меняется не только интерфейс смартфона а есть возможность принудительного переключения на темные оттенки любых приложений в том числе и тех которые этого не поддерживают хотя работает не всегда корректно по качеству экран очень хорош как по цветам так и по запасу яркости частота обновления 90 герц действительно очень приятная штука работа интерфейса выглядит очень плавно но теперь следующий вопрос какие есть способи разблокировки гаджета и так для разблокировки смартфона можно использовать сканер отпечатков пальцев в дисплее и распознавание по лицу распознавание задействует фронтальную камеру так что этот способ нельзя назвать особо безопасным что же касается сканер отпечатка то в realme x2 pro он оптический а это значит что с влажными пальцами будут определенные так сказать промахивание в остальном же он работает четко и толково точно и быстро действительно быстро разница с классическим вариантом если есть то она практически незаметно давайте разберемся что у нас с производительностью памятью звуком и автономностью и так смартфоне используется очень производительное железо в качестве процессора установлен предыдущий флагманский qualcomm snapdragon 855 плюс до формально уже есть 865 но на нем пока смартфонов очень мало да и производительности 855 плюс более чем достаточно этот процессор это разогнанная версия snapdragon 855 в остальном отличий нет это 7 нанометровый процессор куча ядер с шикарными показателями за графику отвечает ускоритель adreno 600 строковой который разогнан до 700 мегагерц к нам на обзор приехала топовая версия с 12 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 256 гигабайт версии которая ожидается в продаже будет 8 128 примечательно что в варианте 128 256 используется быстрая память стандарта ufc 3.0 в младший на 64 гигабайта память ufc 2.1 как и можно было ожидать результаты в тестах производительности очень высокие несмотря на то что формально смартфон не позиционируется как игровой играть на нем самое то и благодаря топовому железу которая тянет все доступные игры на максималках и благодаря 90 герцовому дисплею на теперь охлаждение за охлаждение отвечает системы с испарительной камерой корпус смартфона действительно при нагрузках практически не греется при искусственной же максимальной нагрузки все не так хорошо цепую троттлинг тест показал что процессор перегревается при длительных предельных нагрузках и троттли до 78 производим процентов производительности хотя в реальном использовании этого достичь будет крайне очень крайне сложно по беспроводным интерфейсом все в полном порядке есть двухдиапазонный вайфай bluetooth 5.0 л е fm радио поддерживается глобальной системы позиционирования gps глонас бы иду галилео если на все для бесконтактной оплаты с помощью google pay смартфон умеет выдавать стерео звук с помощью основного и разговорного динамика как мы говорили и звучит это очень даже неплохо как по громкостью так и по качеству звучания не будет лишним в играх и при просмотре видео дома на диване поддерживается dolby atmos хорошая очень штука в наушниках звук ничем не выделяется на среднестатистическом смартфонном уровне стоковый плеер тоже вполне стандартный по своей функциональности но теперь аккумуляторы смартфон питается от аккумулятора на 4000 миллиампер часов и это по нынешним меркам не особо много учитывая большой экран и очень мощную начинку но опасаться не стоит в реальности все оказалось очень хорошо если не гонять целыми днями тяжелые игры то смартфон смартфона без проблем хватает на полтора дня работы но самое интересное это быстрая зарядка по кабеле супер в отце flash черт с мощностью 50 ватт благодаря которой аккумулятор полностью заряжается за 35 минут а 50 процентов это за 15 минут и это очень круто и удобно в некотором случае но наш канал следующая говорит да вопросы износа аккумулятора при такой скорости зарядки остается открытым и проверить это физически невозможно хотя мне кажется что за пару-тройку лет до неюзабельного состояния его грохнуть будет сложно но все таки я думаю народ постарается на теперь давайте разберемся что у него с интерфейсом и так realme x2 pro работает на с android девятом с фирменной оболочкой color os 6.1 которая позаимствована у смартфонов hoppa обещают обновления до android 10 и судя по всему переход на собственную реалме юай не думаю что она будет кардинально отличаться текущая оболочка работает шустро и каких-то серьезных багов не замечено по своей логике она близка к стоковому андроиду основные отличия визуальные плюс разные полезные мелочи внешнюю оболочка выглядит странновато симпатично но не целостно нет какого-то общего стиля рабочие столы с ярлыками и виджетами шторка и меню все остальное организовано привычно доступны варианты как с отдельным меню приложений так и с выгрузкой всего на рабочие столы ну а теперь давайте разберемся с камерами итак основная камера состоит из четырех модулей основной на 64 мегапикселя матрица дюйм на 1,7 дюйма зерно 08 с диафрагмой 1 и 8 и фазовым автофокусом стандартно делает снимки на 16 мегапикселей но есть режим 64 дополнительно установлен 13 мегапиксельный телефото модуль с диафрагмой два с половиной и pdf для обеспечения двухкратного зума и восьми мегапиксельная сверх широкоугольная камера себе без автофокуса с объективом 2 на 2 их дополняет 2 мегапиксельный датчик глубины оптическая стабилизация не предусмотрена видео смартфон умеет снимать вплоть до 4к 60 fps стабилизация только full hd режиме фирменное приложение камеры немного напомнила а и у вас в слайдере режимов есть только фото видео и портрет все дополнительные режимы включая 64 мегапикселя ночной и ручной в данном случае называется эксперт расположились в выпадающем меню на главном экране есть настройки вспышки эзер фильтров и переключения зума он работает циклично что не всем всегда это дело удобно единичка двухкратный пятикратный гибридный и широкоугольный но что интересно широкоугольный режим также вынесен отдельно рядом с кнопкой hdr дневные фотографии получается с хорошей детализации естественными цветами и хорошим динамическим диапазоном ночные фото тоже неплохие но нельзя назвать ночную съемку сильной стороной смартфона ну и по окончании нашего видоса давайте подведем общую черту и так первое знакомство со смартфонами реалме произошло сразу с текущего флагмана компании и стоит сказать что он получился очень интересным с учетом своей стоимости смартфон получил флагманскую очень производительную платформу к велком snapdragon 855 плюс отличного качества amoled дисплей счастую обновление 90 герц и большим запасом яркости и очень быстрый подэкранный сканер отпечатков пальцев отдельно стоит отметить аккумулятор он позволяет смартфону долго работать без подзарядки и просто молноеносную быструю зарядку которая полностью восполняет запас чуть более чем за полчаса да есть подозрения и от подтверждения от нашего канала что изнашивается аккумулятор тоже быстрее но подтвердить или опровергнуть в данный момент мы не имеем возможности выглядит смартфон вполне современно и собран из качественных материалов спорным моментом является камера realme x2 pro сам по себе сама по себе она вполне неплоха но есть конкуренты за такие же деньги хотя они не могут похвастаться такой же производительностью и экранами так версия на 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенный у нас на украине этот аппарат будет стоить 13000 гривен в российском варианте примерно 26 27 тысяч рублей и так шесть причин чтобы купить realme x2 pro поехали отличный яркий amoled дисплей частотой обновления 90 герц топовая производительность быстрый и точный сканер отпечатков пальцев распознавания лица современный дизайн и качественные материалы длительное время автономной работы и очень быстрая зарядка ну и довольно таки качественные стерео динамики ну а теперь две причины чтобы не покупать realme x2 pro за эту цену за эту же цену есть камеры поинтереснее ну и последний этот троттлинг при длительных максимальных нагрузках но выбор на нашем канале есть по-любому это канал отвертка канал домашнего мастера надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно